Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о книге пророка Амоса, мы обратимся сейчас к четвертой главе. В сущности, четвертая глава продолжает ту логику обличения, которую мы обнаружили в предыдущей, в третьей главе. И смотрите, здесь Господь через пророка говорит вот что важное и, я бы сказал, новое по сравнению с предыдущими главами. Вот слушайте слово сие, телицы васанские. Звучит так красиво, поэтично, а на самом деле, в сущности, говорит, вы коровы, разжревшие, буйные, толстые, тупые. Это ведь очень обидно, вот это вот телицы, выражение васанские, ничего поэтичного на самом деле нет. Так вот, это очень жесткое слово, жесткое, которое часто встречается у пророков, вот такого рода наименование. Слушайте, говорит пророк, вот вы, корова с васана, которая на горе Самарийской, вы притесняющие бедных и угнетающие нищих. Снова и снова, одно и то же, вы притесняющие бедных и угнетающие нищих, вы предатели, вы враги Богу, и Бог не будет относиться к вам иначе, чем как к врагам. Вот и все. Вот посмотри на свою жизнь и пойми, кто ты по отношению к бедным и к нищим. Ты их притесняешь и угнетаешь, тогда можешь не задумываться о том, как построить отношения с Богом. Их не будет. Если ты притесняешь бедных и нищих, у тебя не будет отношений с Богом никаких. 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 Вот, говорящие, подавая, мы будем пить. Клялся Господь Бог святостью своей, что вот придут на вас дни, когда вас постигнет катастрофа. Идите в свой весель, где у вас там, значит, жертвенники, религиозные сооружения, культы и все прочее, в Галгал. Ну, идите, да, пожалуйста. И грешите, и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые три дня. Ну, вообще, жуткая вещь. Бог говорит о том, что если вы угнетаете бедных, если вы обираете бедных, грабите, удерживаете плату, пользуясь силой, совершаете какие-то еще несправедливости, вот такие простые, социально-экономические, здесь ведь не о политике речь, да, то, да хоть вы там уприноситесь своих десятин, хоть каждые три дня вы мне их приносите, говорит Бог. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших, рассказывайте, сколько вы там пожертвовали на то, на все, на пятое, десятое. Потому что это вы любите, сына Израиля, говорит Господь. Это вы любите, это не Богу надо, Богу этого не надо. Господь говорит о том, что вот вся вот эта вот религиозная пышность, там такие трубы длинные, пышные, богатые жертвоприношения, бараны, коровы, ладан, все что угодно. Это вам нравится, говорит Бог, это вам нравится, вы это делаете, потому что это вы любите, а не потому что это нужно мне, или я вас об этом попросил. И так Господь говорит, если вы живете в условиях неправды, несправедливости, угнетения и грабежа, то никакого смысла во всей вашей пышной внешней религиозности нет и быть не может. Это вы все делаете тогда для себя. Ну и, в общем, нет нужды пояснять, до какой степени актуальным это остается во все века и во всех странах, во всех условиях. Дальше Господь говорит о том, что ну вот за это я и дал вам голые зубы и недостаток хлеба, но вы не обратились ко мне. Господь, оказывается, говорит о том, что целый ряд каких-то бедствий, трагических, может быть, вещей, о которых знают слушатели пророка и о которых Амос намекает коротко и прозрачно, потому что все сразу пняют, о чем речь. Говорит, вот это все было дано вам, чтобы увидеть, как ткань жизни расползается, разрушается, как приближается катастрофа, чтобы вы что-то изменили, а вы хоть об стенку горох. Нет, я дал вам недостаток хлеба, но вы не обратились ко мне, чтобы изменить свою жизнь. Я удерживал от вас дождь, и была засуха, о которой Амос подробно говорит, но и тогда вы не обратились ко мне. Я поражал вас ржавчиной и блеклостью хлеба, и при всем том вы не обратились ко мне, что бы ни происходило, понимаете, какими бы катастрофами природная среда не поражала нашу жизнь, и засуха, и ржавчина, и блеклость хлеба, и моровая язва, и разрушение, как Содом и Гаморра, и при всем том вы не обратились ко мне. То есть, обратите внимание, пророк и, по-видимому, Господь через пророка предполагают следующую логику, что человек, столкнувшись с вот таким бедствием, в общем, природной катастрофой, вот моровая язва, тоже своего рода губительное поветрие вроде этого нынешнего ковида, хотя, конечно, моровая язва с гораздо большей летальностью. Тем не менее, вот, сталкиваясь с этим, человек задумывается и думает о том, что я что-то делаю плохое, неправду перед Богом. В чем она заключается? Вот, наверное, в этом насилии, жестокости, несправедливости. И надо обратиться к Богу, то есть, изменить в моей жизни. Обратите внимание, тоже речь не идет о царе, о структуре политического общества. Это обращено к конкретным людям, что в своей жизни ты практикуешь. Да, вот, обратиться к Богу означает, в данном случае, отказаться от этого грабежа, насилия и жестокости. Господь ожидает, что эти все бедствия станут для нас своего рода стимулом, поводом обратиться к Богу. Но этого не происходит. Вместо этого только мы закосневаем в этой своей жестокости. И тогда каждое из этих бедствий становится таким колоколом приближающейся катастрофы. Оно могло стать, ну, звоночком по призывающим к очищению обновлению, а становится колоколом катастрофы. И совершенно поразительную вещь Господь говорит через Амоса в самом конце этой главы. Он говорит, ну, вот поэтому я так поступлю с тобой, Израиль. Так, как уже было сказано выше, неприятель вокруг всей земли, катастрофы будет разрушен, там, дворец, прочее, прочее. Вот. И поскольку это вот так и будет, говорит Бог, приготовься к встрече с Богом, приготовься к встретению Бога твоего, Израиль. Но вообще-то они верят, как и мы, что Бог непостижим, что Бог иноприроден, что Бог вне этого мира, и небеса подножия ног его. И как это, что значит встреча с Богом? Что-то значит. Дальше пророк говорит, вот он, тот, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его. Вот он шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя ему. Господь воинств, владыка воинств небесных. Вот он шествует превыше земли, и он приближается. Уже Амус говорил об этом один раз, о том, что непостижимый, невместимый Бог, тем не менее, приближается к миру, приближается и становится все ближе встреча людей с ним. И эта встреча будет своего рода проверкой для того, во что мы превратили нашу жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok